Здравствуйте, дорогие дамы и господа, с вами Кабан25. Сегодня я хочу показать вам свой телефон, но именно я хочу показать переводчик Google, потому что я считаю, что именно этот переводчик должен стоять на большинстве смартфонов, у которых есть Android. Ну и даже если iOS, то думаю, я считаю, что Google тоже должен присутствовать. В принципе, он 204 МБ, не так уж это и много, я считаю, что именно этот переводчик заслуживает моего и вашего, в принципе, внимания. Сейчас я увеличу зумом, картинка, вот так это выглядит, ждем, пока произойдет загрузка. Также идет установка. Что хочется сказать, то что данный переводчик один из немногих, который может переводить не только благодаря включенному Wi-Fi, но и может переводить, если нет Wi-Fi. Но для этого надо будет скачать определенный, можно сказать, пакет русского языка, и тогда мы сможем полностью полноценно обоценить. Вот так выглядит интерфейс. Как вы видите, все, что тут есть, это выбор между языками русский и английский, но это в данном случае через интернет, то есть через включенный Wi-Fi. Также две клавиатуры, это русский и английский, но это вы сами уже настроите. Два варианта. Можно говорить благодаря Google, и он что-то распознает, или русскую, или английскую речь. Вот, обладая Google, распознает, то есть, как говорится, вот что есть. Далее, тут присутствует кнопка, как вы видите, ввода рукописного текста, то есть, можно что-то написать. Конечно, очень мало экрана, может быть, благодаря, я не знаю, планшету, то есть, это установлено на планшете, то, в принципе, я думаю, будет даже получше. Ну, и последнее, это фото. Вот сейчас чуть уменьшу зумом. Вот, то есть, можно, как бы, сфотографировать что-то из текста, то есть, то, что вам нужно, например, вот спичченный коробок. Ну, конечно, вам плохо будет видно. И вот, благодаря пальцам, можно что-то выделить. Наверное, вам ничего не видно, но вот, что есть, извините, вот то и есть. Ну, вот, он, в принципе, все показал, и нажимаем ОК. И вот, в принципе, он это все и перевел. То есть, в принципе, можно пользоваться этим способом, чтобы переводить какие-то большие тексты, допустим, по английскому или по другому языку. Далее, можно переводить не только благодаря Wi-Fi, но и скачанному пакету языка. Но не забывайте, что если вы хотите, ну, переводить, допустим, с английского на русский, то вам нужна, естественно, русская и английская клавиатура. Если с русского на немецкий и наоборот, то клавиатура должна присутствовать. Здесь много что языков, но мы найдем русский. Начнем загрузку. Весит он, как написано, там 170 или 150 мегабайт, но для этого вам нужен хороший интернет. Интернет, который в Макдональдсе, к сожалению, он не подойдет. Не знаю, сколько он весит, но весит, я понимаю, что интернет у меня очень мощный, но скачивает медленно. Поэтому, когда он дойдет хотя бы до 98, я вам уже покажу, что дальше делать. Ну вот, мы с вами возвращаемся уже 92%. Остается немного времени, чтобы подождать, пока переводчик докачается до конца. И мы сможем переводить уже без интернета, я вам это докажу. Ну, 95%, пока поговорим, что, в принципе, установить такой переводчик себе, думаю, стоит. Мой вердикт, что данный переводчик нужен, но вот уже 99%, 100%, все. В принципе, переводчик установлен. Но, как я понял, это была только загрузка. Сейчас будет уже, можно сказать, сама или распаковка, или установка его именно сюда. Так что нам придется, наверное, два раза ждать. Ну, вот пока 0%, давайте хотя бы, чтобы было 1 или 2, мы с вами поговорим. Что такой переводчик нужен любому. Переводит быстро, качественно, не требует интернета. Ну, конечно, может быть, благодаря интернету перевод был бы и другой, но разницы лично я не почувствовал. Ну, вот вы видите, там уже что-то зелененькое показалось. Так что, когда будет 90%, мы с вами опять вернемся, я расскажу, что же, в принципе, должно произойти дальше. Ну, вот, как вы видите, сейчас уже 95% осталось немножко, чтобы дождаться установки. В принципе, да, лучше это делать, если у вас дома есть интернет и Wi-Fi, потому что вот у меня это заняло, ну, наверное, минут 20 точно. Вот у меня он так вот двигался, но минут 10-15 было точно. Поэтому, хороший Wi-Fi здесь нужен. Что хочется сказать, то, что этот аппарат у меня уже полтора года. Диагональ тут 3,5 дюйма. Внутренняя память 512 МБ. Тут установлен процесс, кажется, МТК какой-то. Вот, то есть, в принципе, игра тянет, работает, но тут уже новая батарея, карточки microSD поддерживают. Обычная сим-карта одна, вот, камеры фронтальной нет, есть только датчик приближения, он действует только при звонке. И присутствует, естественно, камера обычная, с автофокусом 5 МП, вспышка, динамик, логотип, то есть, в принципе, стандартный набор. Ну вот, решающий момент, 99%, ждём. Ну вот, вроде всё. Давай чуть увеличим. Ещё идёт установка. То есть, в принципе, должно быть вот такие же две, но без присутствия, сейчас сфокусировалась камера, без установки. То есть, просто должна быть синенький такой вот, типа какой-то иголочки или булавки. Сложно камере сфокусироваться. Сейчас я пусторуки уберу. Ну, ждём, пока произойдёт, потому что, когда руки, он пытается на руки, но на руки не нужно фокусироваться. То есть, в принципе, вот из-за камеры, конечно, проблемы бывают. Ну, так вот, заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Сейчас я покажу, как работает оффлайн-период, то есть, без участия интернета. Ну, подождём. Как установится, я сразу же разобновлю, скорее всего, запись. Ну, вот вы увидели, что приложение установилось, русский язык присутствует. Сейчас я отключу Wi-Fi. Wi-Fi отключен. Переходим в управление. И можем что-нибудь написать, допустим, привет. Он может приводить не только какие-то слова, но и целые приложения. И вот несколько вариантов на английском языке. Можно, в принципе, и наоборот. Ну, и на этом, в принципе, всё. Скачивайте приложение, устанавливайте, пользуйтесь. Ну, и, естественно, нужен хороший Wi-Fi. На этом всё. Спасибо. До свидания.